Всех приветствую на канале Майер, подписчиков, гостей моих, в общем недавно получил из Китая диммер, регулятор напряжений, мощность этого диммера заявлено 4 киловатт, давайте сделаю полный обзор на этот диммер и проведем испытание данный диммер сейчас у меня установлен вот в эту коробочку вот у него ручка внешний вид как на экране и можете даже посмотреть распаковку ссылка будет в описании так проверять буду в качестве инструментов для проверки я буду использовать вот такой бытовой ваттметр будем смотреть амперы ваты на нем с помощью токовых щупов мы в режиме температуры будем снимать через термопару с радиатора температуру и нагружать будем вот такой аресантой на 3 киловатта в нем как раз то что нам надо и температура видят она и количество оборотов видео от этого моторчика не слабого вот так ставим значит на штатив и приступаем так включаем 220 давайте проверим с помощью токовых щупов у нас показывает значит на проводах 12 ампер 12 ампер давайте посмотрим на ватт в метре два с половиной киловатта ну и видим 2 и 8 ампера показывает то есть мы сейчас подключили два с половиной киловатта при этом еще диммером не работали напряжение напряжение не меняли и видим уже температура у нас 83 градуса даже больше под сотню градусов в таком режиме долго мне кажется диммер не проработает то есть вот в таком стоковом состоянии мы купили если мы подключаем два с половиной киловатта то у нас все перегревается буквально все ну давайте тогда попробуем поставить на полтора киловатта можем ли мы данный диммер использовать как полтора киловатта сейчас немножко остынет стандартный радиатор стандартный диммер значит два с половиной киловатта мощность он не вытягивает перегревается итак с помощью холодной воды я радиатор остудил давайте полтора киловатта попробуем включить 1300 ватт потребление радиатор имеет 50 градусов температуру это не критично в общем полтора киловатта и до двух киловатт для него это не проблема он тянет и даже давайте попробуем порегулировать порегулировать диммером опускаем напряжение в общем диммер перестал работать так давайте баяльник ключ да и паяльник он тоже не регулирует так ну давайте без ватт-метра его включим ну вот кажется и все значит не выдержал диммер испытаний я ему еще хотел повесить вот побольше радиатор с обдувом погонять его разогнать тут планировалось еще другие тесты но на этом мы остановимся на сегодня в общем полтора киловатта и начал я регулировать диммером и он тут же вышел из строя сгорел но делайте выводы сами в общем то я по ходу не могу тут ничего пока подытожить вот такая информация вам если вы собрались или купили вот такой диммер вот так он себя ведет при нагрузках от полутора киловатт до 3 киловатт но у меня на тесте он просто сгорел тупо меняем провода которого то плавились и замкнули между собой в общем тест не закончился так вот и значил мелко вам ясно ну 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 так вот все получилось ставим на место и опять приступаем заново тестировать не так провода я заменил как бы мой косяк сразу не подумал что самое мощное сюда ставить провода ну и посмотрим значит включаем значит нагрузку полтора киловатта для начала возьмем для лучшего контакта чуть-чуть капельку сюда капнем термопасты кпт-8 и через термопасту мы четко видим 52 градуса да ну давайте убавим напряжение в два раза видим вентилятор еле-еле вращается так немножко ждем но видим температура не растет не падает стабильно держится 58 градусов то есть от этого не зависит особо полтора ампера делаем вывод что диммер справляется на ура для него это как бы в норме 60 градусов рука я уже конечно не держит и радиатор маленький но давайте посмотрим какой будет скачок температуры если мы включим 3 ампера ой если мы включим 3 киловатта значит нагрузку включил немножко напряжение просила здесь видим 12 ампер сейчас ток идет пока ничего не вращая вот эту ручку значит и мы видим пошел рост температуры видим уже до 80 градусов скоро у меня стол поплавится кстати стол вот эта доска яхтным лаком покрыл довольно таки хороший лак рекомендую в общем о чем тут можно сказать этот алюминиевый радиатор конечно очень мал очень мал ну вот видите 100 градусов и еще наверно дальше попал итак до двух киловатт мы можем использовать спокойно без модернизации какой-либо но а более двух и сможет ли он вообще выдержать 4 киловатта но это под вопросом ну первое самое легкое что напрашивается это заменить этот радиатор так если вы также будете радиатор менять да и провода вот эти используйте потолще все-таки ток по ним идет солидный сейчас он показывает 13 ампер диммер ну и смотрим по времени значит по времени он уже так быстро не нагревается то есть использовать мы уже на максимальных нагрузках нагрузках можем уже более длительный период но все равно без активного охлаждения любая болванка нагреется с только дело времени то есть вот это болванка алюминиевая она нагревается в пять секунд вот это уже чуть подольше но все равно нагревается остужает наш семистор здесь ну дает ему перегреваться пока 50 градусов и наносим капельку кпт 8 и ставим так же на измерение мы видим 60 градусов ну интересно будет будет ли рост или все-таки справляется этот радиатор интересно а сами провода чуть-чуть нагрелись градусов до 30 но не критично с уменьшением напряжения соответственно у нас и меняется показатель ампер силы тока вот сейчас показывает восемь с половиной ампер напряжение падает сила тока падает по проводам меньше ток течет меньше чем вот это нагревание в плане регулировки здесь нету перегрева самое максимальное если мы стопроцентно выкручиваем диммер вот он сейчас в максимальном через эти провода проходит видим 12 ампер практически 13 это максимальная нагрузка на диммер при 3 киловатт вот такой сегодня короткий обзор получился провели мы тест испытания диммер работает хорошо единственный недостаток значит у него вот этот не развитый алюминиевый радиатор на 3-4 киловатта он просто не справляется чтобы отводить тепло от транзистора значит надо выпаять его прикрутить более развитый такой вот как у меня на тесте к примеру радиатор и уже мы видим что будет справляться до 3 киловатт мы видим справляется 70 градусов значит на радиаторе без активного охлаждения но а если взять еще активное охлаждение то естественно понятно и 4 киловатта он потянет сам диммер очень плавно регулирует в диапазоне наверное от 20 ну давайте посмотрим в каком он диапазоне так ну давайте включим и посмотрим вот я паяльно включил потому что уже обогреватель жарко включаем и смотрим максимально он плавно плавно опускает напряжение и видим где-то 10 град 10 вольт от 10 вольт до 220 вольт переменного напряжения он регулирует и достаточно плавно в общем по всем показателям выигрывает 4 киловатт я его рекомендую настоятельно как говорится ссылки под видео и если вам мои обзоры нравятся подписывайтесь на канал вот я забыл подписывайтесь на канал вы вы